Деревянный манекен Всем привет! Как вы знаете, деревянный манекен не является прерогативой только венчунистов. В Хунгаро работают с деревянным манекеном, в Гудзюрю работают с деревянным манекеном. Во многих стилях каратэ используется деревянный манекен для того, чтобы отработать блоки и удары, если у вас на данный момент отсутствует партнер. Не только спарринг-партнер, а вообще по тренировкам. Так вот, этот блок, который я сейчас делаю, он сводится к тому, чтобы, во-первых, сбить атакующий вас удар, идущий со стороны противника, и нанести ему контр-атакующий. Неважно, в грудь, в лицо, в подбородок, куда угодно. Как это выполняется, если смотреть на это спереди? Вы получаете удар с левой стороны от противника. Выставляются вот так вот руки, вот так, чисто рефлекторно. Одна рука сбивает, вторая блокирует, и отсюда, из середины, вы наносите удар. Точно так же вы работаете на правую руку. Сбиваете, наносите удар. Это очень легкий блок, очень легкая контр-атака, которая доступна буквально каждому, даже новичку. Потому что, когда вы получаете удар от противника, вам нужно как-то на это реагировать. И для того, чтобы четко среагировать, четко сблокировать, вы должны этот удар отработать. Блок этот отработает. Поэтому, в данном случае, такой манекен является действительно хорошим подспорьем в отработке вот такого вот блока с контратакующим ударом. Если вы помните, я вам еще показывал захват противника за руку, перетягивание его на себя и нанесение удара в лицо. Или локтем в лицо, потому что, когда вы тянете человека за руку, он автоматически, естественно, тянется на вас. А когда вы, сбивая его руку, перекладываете его сюда, вы уже его зафиксировали, вы уже его держите. Вам ничего не остается другого, как просто-напросто сделать маленький подшаг вперед и локтем проверить состояние его зубов. Я, наверное, скоро все-таки закончу здесь на улице заниматься, потому что, как-никак, скоро зима, да, скоро зима. На улице у нас сейчас плюс 10, плюс 11, где-то так. Ну, пасмурно, что вы хотите. Осень, осень, конец, конец ноября. Но трава пока еще зеленая. Заниматься еще можно. Вот когда трава станет жухлая, тогда, увы, нужно будет прекратить даже уличные тренировки, потому что в куртке заниматься не камильфо, а раздеваться для того, чтобы позаниматься 5-10 минут, и потом заболеть недели на 2-3, тоже не идет. Поэтому пока есть возможность, пока позволяют погодные условия, мы занимаемся. А дальше будет видно. Не забудьте подписаться на наш канал. Всем удачи. Пока. Ставьте лайк и свои комментарии.